Здоровье это еще не все, но все без здоровья ничто, поэтому ближайшие полчаса посвятим полезной информации. Меня зовут Инесса Панченко, здравствуйте. Существует теория, согласно которой люди якобы унаследовали первобытный инстинкт, заставляющий их издавать во сне страшные звуки, чтобы отпугнуть от жилища опасных животных. В настоящее время такой инстинкт доставляет окружающим лишь дискомфорт. Нет ничего удивительного в том, что храп превращает людей, делящих одну спальню, в жестоких врагов. В семье нарушается гармония, иногда это приводит к разводам. Но кроме неудобств для окружающих, храпящий человек подвергается опасности еще и сам. Об этом подробнее поговорим сегодня. У нас в гостях наши постоянные эксперты, врачи от Арины Ларингологи. Михаил Денисов, здравствуйте. Игорь Калашников, добрый день. Я слышала, что около 30% людей храпят. Или это на самом деле неправильная цифра? Это правильная цифра. Примерно храпит 30%. Еще есть очень интересная статистика, сейчас ей занимаются, что оказывается, примерно 30% аварий, которые происходят на дорогах, связаны с тем, что водители, которые управляют автомобилями, храпят. Время движения? Зачем? Нет, они храпят ночью. Но когда человек храпит, он не высыпается, у него сон неполноценный. У него нет чередования фаз медленного и быстрого сна. За счет этого идет кислородное голодание, за счет этого идет перегрузка нервной системы. Нервная система не отдыхает, когда она должна отдыхать. И когда он садится потом за роль, он садится уже заведомо уставший. У него нарушается концентрация внимания. И это, сейчас это уже рассматривается во многих странах, европейских большая часть, у нас еще пока нет. И эта статистика достаточно печальная. Неожиданно, честно говоря, то, что я сейчас услышала. Но храпящий же человек не слышит, что он храпит, значит, он спит. Почему же он не высыпается? Зачастую бывает так, что кроме храпа у человека есть остановки дыхания во сне. То есть человек храпит, 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 потом он прекращает дышать, какое-то время совершенно не дышит, потом схрапывает резко, в этот момент он может проснуться или не проснуться. И затем опять начинает дышать, потом опять начинает храпеть. Сначала у людей с храпом бывает храп только на спине, затем на спине и на боку, и затем могут начинаться остановки дыхания во сне. Их сначала бывает 1-2-3 за ночь, потом до сотни. Если около 100 остановок дыхания во сне, то человек половину времени просто не дышит. И в это время, когда он не дышит, головной мозг, естественно, не получает кислород. И идет перенасыщение тканей углекислотой и, соответственно, все те эффекты, о которых Игорь Александрович рассказывал. Мы также видели, неоднократно видим пациентов, которые не высыпаются ночью, они порой не отдают себе в этом отчет, но они начинают засыпать на совещаниях, на каких-то мероприятиях. То есть человек как будто бы чувствует себя нехорошо, да, уставшим, разбитым, но он не отдает себе отчет в том, что именно это связано с храпом. А вообще, что такое храп? Откуда идет этот звук? Вот каков механизм его появления? Вибрация занавески мягкого неба. А вот уже причин, почему она вибрирует, тут уже масса причин. Здесь это самое такое, что практически не лечится, это поражение центральной нервной системы после инсультов или каких-то травм. И если это периферические какие-то, порезы, все вот это. Конечно, основная причина – это ожирение, курение, малоподвижный образ жизни, ну и прием алкогольных напитков, что вызывает именно нарушение иннервации мышц, которые должны подтягивать занавеску мягкого неба. И когда человек расслабляется, занавеска начинает вибрировать и задавать вот этот звуковой феномен. У каждого это человек по-разному. У кого-то это в большей степени, у кого-то в меньшей степени она вибрирует. Но есть люди, которые храпят не всегда. А, например, вот вы сказали алкоголь, да, после каких-то сильных возлияний храпят. Либо после приема, может быть, снотворных. А так в обычной, в смысле, в другие дни не храпят. Ну, если он просто в обычной дни не храпит, это практически не требует какого-то специального лечения. Есть специальные загубные такие штуки, которые можно надеть, когда если после мероприятия лег с ним спать, чтобы было меньше вибраций занавеска мягкого неба, и храпа практически не будет. Или найти себе положение, в котором человек не будет храпить. Ну, самый простой способ, как Михаил Ильич сказал, что храпят обычно начинают храпеть на спине. Ну, прикрепить себе на спину теннисный мячик. На спину уже не повернешься, а на боку храпеть не будешь. И поэтому соседям соседям по кровати будет очень комфортно. Скотчем приклеить, да? Это вы женам сейчас советы даете. Можно зашить в майку. Интересный вариант. Ну, а в связи с тем, что человек чаще всего же не знает о том, что он храпит, если ему об этом не рассказывать, то он, в общем-то, и не воспринимает это как проблему. Ну, а если говорить серьезно, то вот чем храп действительно может быть опасен для здоровья, помимо того, что человек не высыпается, там может попасть в какие-то ситуации? Как уже сегодня мы говорили про синдром сонного апнои, так называемого, то есть остановок дыхания во сне, когда головной мозг человека не дополучает кислорода, и, соответственно, это провоцирует ряд совершенно неприятных моментов, таких как скачки артериального давления, повышенная утомляемость и прочее. Кроме этого, существует такое понятие, как синдром внезапной смерти во сне. Когда у человека запредельное количество остановок дыхания во сне, то когда-то он, к сожалению, может и не задышать. Поэтому это довольно серьезная проблема, и чаще всего, как вы совершенно верно сказали, люди не сами приходят к врачу. Чаще всего его приводит жена, мужчина. Извините, что перебиваю, а мужчины храпят все-таки чаще? Чаще. Подавляющее большинство – это проблема мужского населения. Чаще всего приводит супруга, зачастую очень обеспокоенной тем, что у нее муж не дышит, она просыпается, когда он всхрапывать начинает и просыпаться, он, соответственно, будит жену, она начинает за ним смотреть и чувствует, что он половину времени не дышит совсем, не дышит совсем. И вот женщина, естественно, начинает бояться и ведет за руку мужчину к врачу. Но правильно делает или нет? Абсолютно правильно делает. Как уже говорили, причины храпа могут быть центрального характера, о которых Игорь Александрович рассказал, но также это может быть патология полостеноса и глотки. Одна из ведущих причин, ну, вообще три больших причины храпа. Первая – это лишний вес, вторая – патология полостеноса, когда нос в достаточной мере не дышит. И третья – это патология глотки, в том числе мягкого неба, как основной. С лишним весом какая ситуация? Когда мы полнеем, у нас жир у человека откладывается не только на руках, ногах, передней брюшной стенке, но в том числе и в шее. Если сделать горизонтальный срез шеи и посмотреть на него сверху, то по бокам от дыхательных путей идут клетчаточные пространства или жировые столбы, так называемые. Когда человек полнеет, жировая ткань тоже увеличивается в объеме и суживает просвет верхних дыхательных путей, что предполагает к тому, чтобы человек храпел. Это первый момент. Второй момент, один из основополагающих, не всегда на него обращают внимание, это отсутствие нормального, адекватного носового дыхания. Когда человек нормально не дышит носом, он будет храпеть. Ну и третий момент – это ослабшие мышцы в мягком небе. И гипертрофия зачастую небного язычка. Бывает небный язычок до 3-4 сантиметров огромный. Когда он падает на заднюю стенку, даже в гортан и глотку, естественно, при отлипании он вибрирует. Но это с возрастом происходит или по какой-то другой причине? С возрастом, масса причин разных, не до конца еще изучить. Я еще хочу добавить про осложнение, то, что говорил Михаил Валентинович. Не очень давно опубликовали такую статью, что храп считается опаснее, чем курение и ожирение. Именно так. Потому что вот эта вот занавеска, которая вибрирует, она вибрирует рядом с общими сонными артериями. И откладываются, оказывается, по данным последних исследований, в этих артериях бляшки, суживается просвет сонных артерий, которые питают головной мозг. И риск развития инсульта у этих людей в разы, в разы выше, чем у человека, который не храпит. Это означает ли, что, обнаружив у себя наличие храпа, нужно заниматься серьезной этой проблемой? Ну, может быть, жена не слышит, спит спокойно и как бы никому не мешает. Тем не менее, проблема есть, и ей надо заниматься. Правильно? Если проблема есть, первое, что надо сделать, уточнить, от чего выяснить причину, с чего развивается храп. И уже в Одессе непосредственно на причину. Если все это сделать, чаще всего, чаще всего, это, ну, более половины процентов случаев, это, как Михаил Владимирович сказал, это проблема с носоглоткой, с полостью носа. У детей это аденоидная ткань, у взрослых это полипы или, допустим, нафтезиновая зависимость, что-то такое. За счет этого идет увеличение сопротивления, прохождение воздушного потока через полость носа и усиление вибрации занавески, и возникает храп. Вот про заложенность носа тогда, наверное, стоит поговорить нам, может быть, отдельно, потому что, например, вот у меня есть множество знакомых, которые имеют, скажем так, как настольную болезнь. То есть они все время с носовым платком, они все время держат в сумочке капли. То, о чем вы говорили, это вазомоторный ренит. Вазомоторный ренит бывает нереогитативный, так называемый, бывает аллергическая форма, бывает медикаментозный ренит. То есть медикаментозный ренит или нафтезиновая зависимость, как в народе говорят, она развивается чаще всего каким образом? Если есть какие-то анатомические предпосылки в полости носа к тому, чтобы он не очень хорошо дышал, это может быть патология перегородки носа, выраженные искривления перегородки носа, может быть какая-то патология нижних носовых раковин, именно за счет которых нос дышит или не дышит. Вот на картиночке, там можно будет потом показать, они видны. Или патология около носовых пазух, то есть хронический гайморит, который может быть от антогенной природы, то есть от зубов, или риногенной природы от полости носа. Либо же зачастую бывает, что человек просто неправильно использовал препарат, который купил в аптеке, сейчас у нас препараты чаще всего, к сожалению, продаются бесконтрольно, то есть любой человек может пойти в аптеку и купить любой препарат. Тем более при таком выборе сейчас средств для насморка, я, честно говоря, даже не знаю, как можно вообще самостоятельно это сделать. Все сосудосуживающие капли, любые, если взять аннотацию, везде написано, что их нельзя применять дольше 3-5 дней. Если применять капельки дольше, да, нос будет дышать, когда ты их закапал, но если применять больше 5 дней, 7 дней, 10, 14 и далее, то нос без капель дышать уже не будет. То есть это то, что мы себе приобретаем сами? То, что приобретаем сами. И таким образом, ну, самое простое лечение в изомоторного ренита – это выбросить капли. Да. Имеющиеся. Ну, самое простое. Если нет какой-то вот сопутствующей патологии, которая провоцирует вот эти явления заложенности носа, то лучше всего помогает выбросить капли и не капать ни разу. Потерпеть нужно 5 дней. За это время сосуды в нижних носовых раковинах приобретут нормальный тонус, и нос задышит. Первый день будет совсем тяжко. Второй день будет чуть полегче. К третьему дню нос уже немножко задышит. К пятому дню он задышит нормально. Фармкомпания сейчас вас возненавидит. Ну, я как честный человек даю честные советы. Но не всегда, к сожалению, удается избавиться от визомоторного ренита таким путем, потому что если есть выраженные искривления перегородки носа или какая-то сопутствующая патология, то чаще всего надолго этого не хватит. Поэтому лучше всего, конечно, обратиться за консультацией к лору врачу, который проведет соответствующее обследование. Сейчас в европейский стандарт обследования больных с жалобами на полость носа входят две вещи. Это консулучевая компьютерная томограмма, трехмерная около носовых пазух и эндоскопия носа. Сделав эти два обследования, можно поставить диагноз и выбрать необходимую тактику лечения. В норме в носовых раках содержится большое количество кровеносных сосудов, которые иннервируются импульсами, идущими из нервной системы. И нервная система поддерживает их всегда, постоянно, в тонусе. Всегда постоянно поддерживает их в тонусе. Когда мы используем сосудосуживающие капли, идет замена медиаторов, которые иннервируют эти сосуды, замена на вот эти вот медиаторы, которые человек получает извне. И происходит вот этот вот дисбаланс. Почему надо подождать пять дней? Да чтобы начали вырабатываться свои собственные медиаторы. И тогда сосуды начнут нормально функционировать. Это все равно, что как лечить наркоманию. Уберите наркотики, и все тогда потерпите немножко, и все пройдет. Здесь примерно то же самое. Мало того, сосудосуживающие капли, они же вроде кажутся безобидные. Они всасываются в кровь, вызывают повышение артериального давления, усиление частоты сердечно-сосудистых сокращений. При беременности их вообще категорически нельзя принять, они воздействуют на плод. Ну а спортсменам тоже, потому что они являются допингом. Если спортсмен закапал нафтезин в нос, минимум двое суток он на соревнования не может выходить, он допинг-контроль не пройдет. И сейчас я хотела бы вновь вернуться к тому, с чего мы начинали, опять-таки, к храпу. Вот, как мы уже с вами проговорили, первое, это нужно определить причину. Причин Михаил Валентинович назвал три, я, по крайней мере, так запомнила. Основные, да? Основные три причины. И, может быть, кому-то показалось странным, а почему, собственно, мы про храп говорим с отариноларингологами. Да, так вот, чтобы было понятно, почему. Ожирение вы явно лечить не будете. Нет, когда мы начинаем лечение храпа, первое, что мы должны, самое первое, что мы должны сделать, восстановить нормальное носовое дыхание у человека. Нормальное носовое дыхание. Он должен очень хорошо дышать носом. Если он будет хорошо дышать носом, могу вас уверить, что 60% храпа сразу пройдет, даже больше. А уже дальше, следующий этап, делается операция на занавеске мягкого нюба. Уменьшается занавеска мягкого нюба в размерах и подтягивается, натягивается мышца. Каким способом их много? Можно лазером, можно радиоволнового метода, каблации и так далее. Сейчас методов много. Все это направлено на увеличение просвета и на уменьшение вибрации занавеска мягкого нюба. Наверное, не обязательно лечение предстоит хирургическое? Нет, естественно, не всегда нужно хирургическое лечение. Тем более, при множественных остановках дыхания во сне, когда их доходит до 100, и в некоторых случаях хирургическое лечение просто противопоказано пациенту. Здесь нужно начать с лечения у диетолога и с похудания, убирания лишнего веса, для того, чтобы расширить объем верхних дыхательных путей за счет уменьшения жировой клетчатки в шее. Существует так называемый способ СИПАП-терапии. Это специальный аппарат, который создает повышенное давление в верхних дыхательных путях. Это масочка, шланг, который идет к аппарату, который постоянно в тот период, когда человек спит, создает повышенное дыхание в верхних дыхательных путях. В этот момент человек не храпит, и у него нет остановок дыхания во сне. К сожалению, у этого способа тоже есть ряд своих недостатков. Как всегда, есть две стороны медали. Не все пациенты могут привыкнуть к тому, что он привязан во сне к аппарату. Потому что если человек лежит на спине или на боку, он надел масочку, аппарат работает, не всегда комфортно спать с чем-то на лице, как в противогазе. По поводу восстановления носового дыхания, да, мы наблюдаем в своей практике, что зачастую, да, около 60%, иногда даже чуть больше цифры, наверное, до 70%, когда даже тучный человек, у которого проблема бывает, выраженное искривление перегородки носа, перегородку поправили, в полости носа все зажило, но на результат операции надо смотреть по поводу храпа, да, не раньше, чем через месяц, когда восстановится носовое дыхание, восстановится лицовая оболочка после хирургического лечения и прочее. И зачастую человек приходит на контрольный осмотр и говорит, доктор, я перестал храпеть, красота. Или жена там очень-очень довольная, говорит, твой муж не храпит, красота, лежит, спит. И иной раз даже супруги говорят, вы знаете, я теперь ночью просыпаюсь и прислушиваюсь, он живой или нет. Я все время слышала, как он шумно дышит и прочее, а тут он лежит себе спокойненько, дышит, как младенец носом, ничего, никаких звуковых эффектов не создает. Это первый момент. Второй момент – патология около носовых пазух. Хронический гайморит, там вот у нас будет, наверное, картинка с кистами около носовых пазух, которые провоцируют заложенность носа, провоцируется храп и прочее. Обследование надо провести, естественно. Надо сделать со стороны лор-врача, сказали уже, полисомнография. Следующий момент – это обязательно видеоэндоскопия полустеноса, эндоскопическое обследование в одной из программ, мы подробно об этом рассказывали. И конс-лучевая компьютерная томография для того, в исключении патологии пазух около носовых, хронического гайморита и чего-то еще. И обязательно выполняется видеоэндоскопия глотки в положении лежа на спине. Как раз мы можем с эндоскопом на большом экране посмотреть, что же там происходит в горле у человека, каким образом, какова подвижность мягкого неба, падает ли куда-то у нас маленький язычок в горта на глотку и прочее. Когда мы провели комплексное обследование, мы понимаем, с чего начинать. Либо надо поправить нос. Если с носом и носоглоткой все в порядке, то можно перейти к лечению глотки. Зачастую, вот раньше считалось, что аденоидов у взрослых не бывает. С развитием эндоскопической техники мы теперь понимаем, что аденоиды у взрослых бывают. И зачастую происходит именно так, что человек храпит в полустеноса. Лор-врач его, если посмотрел, без эндоскопа все в порядке, ровная перегородка, абсолютно нормальная носовая раковина. Храп имеется. А бывает, что аденоиды, которые остались у взрослого человека из детства, которые не удалили, огромный аденоид, который присутствует в носоглотке, он вызывает затруднение сового дыхания и храп. После коррекции все нормализуется. А есть способ лечения храпа, который помогает абсолютно всем? На Западе, в Соединенных Штатах Америки, запатентовано более 200 методов лечения храпа. Более 200. Если бы хоть один способ давал 100% результат, соответственно, зачем нужны остальные 199? 100% гарантии нет ни один метод. Но если мы у человека, у которого храпит, уберем синдром апноэ, остановку дыхания во время храпа, то мы ему однозначно продлеваем жизнь на несколько лет. Это продлит ему жизнь. А вот теперь скажите, пожалуйста, а часто ли обращаются к вам с такой проблемой? Вот мы сейчас обозначили, что она серьезная. Основная масса, конечно, взрослые не так часто обращаются. Основная масса обращается от детей. Дети. За счет увеличения аденоидной ткани, о чем говорил Михаил Анатольевич, увеличится аденоидная ткань у детей, дети начинают храпеть. У детей это надо обязательно, эту проблему решать. Потому что у ребенка формируется нервная система, и если он будет храпеть, у него будет недостаток кислорода, как образно говорят, головной мозг будет неправильно развиваться, и умственные способности ребенка, они будут ниже гораздо, чем у сверстников, которые не храпят. Поэтому у детей лечить храп, это в обязательном порядке надо. Взрослые обращаются, но в основном, как и говорил Михаил Анатольевич, приводят жены мужей своих, когда уже там такие вот. Иногда обращаются и мужчины, но не так часто. Огромное спасибо вам за консультацию. Я надеюсь, что вот сегодня уже, может быть, стало понятнее, что проблемы действительно серьезные, и ее решением просто необходимо заниматься. У людей синдромом апноэ повышается давление, они чаще страдают болезнями сердца, постоянно мучаются дневной сонливостью и жалуются на плохой сон. У мужчин развивается импотенция. Вероятность инфаркта и инсульта у больных этим синдромом увеличивается в 3-5 раз. Нужно ли вам это, подумайте. Всему удалось найти применение, кроме храпа, сказал когда-то Марк Твен. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин